Всем привет! Я в клубе в Москве. Короче, дорогие друзья, редкое явление. Это упаковка американская, долларов. Я просто когда увидел, я офигел. Вот так пакуются американские доллары, инновации. Здесь вот эта штучка, ее вот так отрываешь, и получается, вот открывается эта коробка. Дальше. Из коробки, получается, открывается здесь штучка. И вот так выдвигается вот такой прикольный лоточек. Зацените. И вот так вот в лоточке лежит мешочек. Офигенный такой мешочек. И здесь лежат американские доллары, инновации. 100 баксов мешочек. Представляете, какая красота. Вот так американцы пакуют свои доллары. Круто. Ну что ж, дорогие друзья, клуб подходит к концу. Это тут мое барахлишко, что я разложил. Вот так оно все выглядит, развал такой. Значит, сувенирную эту фигню даже ни разу не спросили. Хорошо, что только одну взял. Продавалось много банкнот Украины. 100 гривен 30 лет независимости все ушли. Парочку пятисоток ушло. Пятьсот гривен двадцать первого года ушли. Неплохо. По тысяча семьсот рублей. Набор, значит, 30 лет независимости две с половиной тысячи рублей. Двадцать гривен две тысячи восемнадцатого года. По семьдесят российских рублей. Это грубо по двадцать пять гривен где-то. Монетки какие-то. Тоже там что-то продавалось. Но так. Неактивно. Вот это все лежит. Биметалл и так далее. Банкноты ковыряли. Иностранные там разные позабирали. Украину подметали даже обиходные. Вот так выглядит клуб. Вот. Уже народ расходится. Я не хожу по столам. Не спрашиваю цены и так далее. Тут народу дофига. Вот сзади меня еще целый огромный ряд там. Ну, помещение достаточно большое. Вот за колоннами. Вот там вот еще два ряда столов получается. Все уже расходятся. Ну, я же говорю, по столам не ходил. Почему? Потому что очень недовольные люди. Не любят, когда снимают. И тому подобное. Поэтому, что по ценам. Значит, этот серебряный мультик. Маша и Медведя 11 тысяч рублей. Ну, а больше я так особо ни хрена и не запомнил, что почем. Потому что глаза разбегались. Я бегал как сумасшедший. Вот купил, получается, такой прикольный каталог для моего хорошего знакомого блогера. Попросил каталог американских долларов. Такой недешевый. Недешевый. Вот. Взял себе, а то свои продал, каталог по монетам евро. Тоже тема интересная. Купил альбомчиков разных там. Вот такого плана, допустим, для банкнот. Это тоже другу надо. Вот. Себе купил альбомчик вот такого плана для монет. Тоже нужная вещь. Постоянно не хватает. Вот. Китайских холдеров взял под степлер. Вот таких. Ну, пойдет. Потому что тоже нужная вещь. Я потом кое-что сделаю. Так. Ну, мне надо, короче, будет это дело. Ой, в общем, я устал. Нереально. Сейчас все это надо собирать, упаковываться и валить отсюда вам. Монет-то хренище. Я вам серьезно говорю. Глаза разбегаются. Лишь бы были деньги. Инвестиционных монет новых много. Вот здесь вот прямо вот мужик сидит. Вот он. Я специально его мутно снимаю. Вот. У него дофига инвестиционных прикольных монет новых. И цены, я вам хочу сказать, нехилые. Например, слоник. Новый, 21-го года. УАР 8 тысяч рублей или 9 тысяч, не помню. Ну, короче, такое все дорогое. Надо в гривны переводить, чтобы считать. Ну, уже и так понятно, что не дешево. В целом, неплохо. Ну, сегодня слабенько. На прошлое воскресенье гораздо больше было продаж. На это воскресенье у меня было немного продаж. Российские мультики я привез. Самое время продавать. Но даже не спрашивали цену. Хотя, как бы, очень дорогая штука. Но цену не спрашивали, потому что у всех они есть. То есть, странная история. Я не могу понять, что с этими мультиками. Но, как бы, они есть у всех. И в то же время на них цена. Вот эта парочка 7,5 тысяч рублей. Эта парочка 3,5 тысячи рублей. Но я думал, хотя бы, там, даже скидку сделать. Там, типа, нормально продать. Но даже не спрашивали. Не знаю. Может, на аукцион надо выставлять тут в России. Или в Украине поставлю. У кого нету, может, доберут. Потому что, все-таки, это первые мультики. Не у всех они есть. Но они очень подорожали. Но я готов отдать недорого относительно. Потому что я брал по самому низу цены. Значит, столик стоит вот такой вот маленький. Такого размера столик. Стоит снять 250 рублей, по-моему. Или 150 рублей, уже не помню. Ну, короче, недорого, в общем. Вот. И вход в клуб стоит 100 рублей с человека. Обязательно с паспортом. Обязательно с паспортом. Ну, в общем, не знаю, что еще рассказать. Пока, я уже говорю, не могу что-то раздуплиться. Так просто решил по-быстренькому снять такой необычный обзор прямо с клуба. Вот. Поеду дальше делать дела. И позже уже еще раз что-нибудь интересное расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok